Здравствуйте всем, с вами Форд. В очередной раз и сегодня я вам объясню, как пользоваться программой Xradar Editor. Предназначена она для создания карт. К примеру, вот возьмем вот эту карту, которую вы можете скачать на сайте Ян Альберта. Тут их много достаточно, но он делал эту карту как бы 3D или более детализированную, скажем, со всеми пометками и разделенными районами и со всем вообще. Возьмем эту карту. Я тут, как видите, сделал новый слой красного цвета с маской Hue. Можете другие маски посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, Hue, я думаю, лучше всего. Я сделал более красным, так это оригинал. Я сделал это красным и делаем Merge Visible. Теперь Ctrl-S. Вот он нам предлагает сохранять это в PNG. Давай сохраним это в PNG. Только через SaferWebDevices. Да. Подождем, пока он загрузит. Саму программу можете скачать на GTA Garage. Тут вот. Тут еще есть видео-туториал. Ну, я делал на русском. Так. Все, он нам сохранил это. Или нет? Нет, еще не сохранил. У нас застрял в Photoshop. Потому что картинка большая. Ладно. Так. Вот наша картинка. Сохраняем в PNG. 58 мегабайт. Все эти районы вы будете только видеть при очень высокой резолюции игры. То есть, давайте сделаем так еще. Если у вас высокая резолюция 1920 на 1080, скажем, то только тогда вы будете видеть все районы и названия. Чем меньше резолюция, тем хуже будет качество. Теперь можно закрыть это. И вот, скажем, вот пример. То, что я... Это скачанная. Это белая карта. Теперь открываем X-Radar Editor. И делаем импорт. Map. С рабочего стола. JPG, PNG. PNG лучше. Больше мегабайтов. Лучшее качество. Так. Вот он нам ее импортировал. Теперь делаем экспорт. Можно в картинках. Можно в TextD. Все. Но сначала так. Title Dimension. Так. Options. Вот какие у нас кубики будут. Это каждому кубику название. И... Можно еще отмечать. Так. Делаем TXD. All. В рабочий стол. Создать папку можно. Red Map. Сделаем. Так. Вот сюда. Он нам их экспортирует. Ждем пока закончит. Не обращайте внимания на эти окошки. Это ничего страшного. Он их компрессирует. Сжимает все картинки. И вот все. 144 картинки. Теперь правой кнопкой кликаем по любому месту и делаем exit. Смотрим. Открываем. Вот все наши картинки. 256 на 256. Конечно с альфа маской. Можно было и без нее обойтись. Можно там есть в опциях отключение альфа маски. Ну вот в общем тогда она будет весить 33 килобайта. Вот в общем и все. Весь туториал. Так создается карта. Можете из оригинальной карты то же самое делать. Скачать вы ее можете. Мне кажется тут тоже она есть. Оригинал. Да. Вот она. Оригинал. Тоже можете изменять ее как хотите. И потом через X-Radar Editor все это менять. Спасибо всем. С вами был Форд. До свидания.